Ребята, всем привет! Меня зовут Модестова Даша, и добро пожаловать на мой канал. В одном из своих предыдущих видео я рассказывала вам о трёх способах, с помощью которых уже вы прямо этим летом можете оказаться в Соединённых Штатах. И просто напомню вам, это была программа Work Control, программа культурного обмена, программа Internship USA и также программа Camp Counselor USA. Очень мало информации в интернете именно про Camp Counselor USA, поэтому я решила снять вот это отдельное видео, чтобы ответить на основные вопросы и вкратце вообще рассказать, что же это за программа. В деталях вы можете всю информацию о этой программе изучить, пройдя по ссылке, которую мы прикрепим в описании. Программа называется Camp Counselor USA. Что же предоставляет эта программа своим участникам? Во-первых, для того, чтобы участвовать в программе Camp Counselor USA, всё, что необходимо иметь в своей жизни, единственный критерий, которому надо следовать, это быть в возрасте от 18 до 30 лет. В этой программе имеют право участвовать как студенты высшего учебного заведения, так и студенты колледжа, и также и учителя. Поэтому, если вы не являетесь студентом высшего учебного заведения, это основное требование для участия в программе World and Travel, вы можете участвовать в программе Camp Counselor и поехать в Америку уже 18 лет. Что же вообще за программа? Допустим, вы вписываетесь в эти временные возрастные рамки, подаете на программу. Что за программа, что она из себя представляет? Эта программа позволит вам отправиться на летние каникулы, начиная с конца мая где-то до конца августа. Разные лагеря выстраивают немножко разные даты, но в целом это с начала лета до конца лета. Вы получаете возможность поехать в США и работать в настоящем американском лагере. Вы будете работать вожатом, вы будете работать именно с именно американскими детьми, и получите очень классный опыт. Во-первых, вы постоянно будете говорить на английском языке, то есть заметно улучшите уровень знания английского языка. Во-вторых, вы подружитесь с настоящими американцами, то есть остальные вожатые, они не будут такими же студентами, как и вы, они, скорее всего, будут американцами. И американцы, которые работают в вожатом лагерях, они обычно очень такие очень открытые, очень разносторонние, очень классные ребята. Они вот прям живут этой работой, работой с детьми, работой аутдорс, работой в лагерях. Поэтому те связи, те дружеские вот эти вот связи, те люди, с которыми вы познакомитесь, вы, скорее всего, принесете все эти знакомства через всю свою жизнь. И я скажу вам по секрету, в Штатах очень важно, очень большое значение имеет ваши connections, ваши знакомства. Потому что в дальнейшем я просто предложу вам один пример для рассмотрения. Допустим, вы в настоящее время учитесь либо в колледже, либо на первых курсах университета. Вы едете, участвуете в программе Camp Cancer, вы работаете с таким же молодыми ребятами, как вы, только которые учатся в каком-то университете в Америке. Проходит время, вы поддерживаете связь. И, скажем, лет через 5-6 после того, как вы участвовали в программе Camp Cancer, вы возвращаетесь обратно, вы заканчиваете свое высшее учебное заведение. И теперь вы хотите поехать в Америку для того, чтобы пройти какую-то стажировку по вашей профессиональной деятельности. И, скажем, тот Джон или Кейт, или человек, которого вы встретили в лагере, он тоже к этому времени закончил университет. И он тоже к этому времени уже где-то работает. Скажем, он работает в Фейсбуке, в Гугле, в любой другой компании, в которой вы заинтересованы. И именно тот Джон, именно та Кейт, с которой вы работали в Camp Cancer, сможет вас порекомендовать как своего друга и занести в ваше резюме в HR и помочь вам получить стажировку вашей мечты. Поэтому это не сказки, это действительно настоящие истории, и они случались, и они случаются каждый год, поэтому имейте это в виду. Еще одно очень важное требование, о котором я упомянула, это, конечно, для того, чтобы участвовать в программе Camp Cancer, обязательно знать английский язык. Потому что вы будете работать именно в вожатом в летнем лагере, и вы должны уметь разговаривать на английском языке для того, чтобы вы могли исчезняться, объяснить что-то ребенку, который будет с вами разговаривать только на английском языке. И также понять, что ребенок от вас хочет в ответ. Работа, я не скажу, что легкая, но она очень классная, потому что, по сути, вы будете работать 24 на 7, потому что даже когда вы идете на сон, это не значит, что дети вас больше не будут беспокоить. Какой-то из детей, из ребенков обязательно проснется и попросит вас, я не знаю, сводить его в туалет или расскажет вам, как он сильно скучает по своим родителям. Но, тем не менее, находясь в лагере, все аттракционы, все развлечения, все, что будет предлагаться для детей в лагере, будет предлагаться для вас абсолютно бесплатно. То есть вы не только будете работать, но вы еще будете отдыхать, получать удовольствие. И, как правило, большинство американских лагерей находится в очень красивых природных местах, поэтому вы сможете полностью просто проникнуться этой красотой природы на американской земле. Продолжаем дальше. Что еще предоставляет программа? Для вас абсолютно бесплатно будет предоставляться халвинг, то есть за проживание вы ничего не будете платить. Более того, все питание также для вас будет. Обычно в лагерях это 5-разовое питание минимум, возможно, и больше, возможно, будут какие-то дополнительные снеки. Тоже абсолютно все бесплатно для вас. Ну и вишенка на торте. Стоимость программы Кем Канцева дешевле, чем любая программа по культурному обмену. Да, очень часто ребята говорят, когда они читают свои программы, и они видят, что за все лето они получат только 2000 долларов. Они думают, ну, камон, ребята, это же мало, я буду работать почти все лето, 24 на 7, все внимание буду уделять детям, да, работе, а вы мне всего платите 2000 долларов. Ну, о чем вообще разговор? На самом деле смотреть на эту программу надо совсем по-другому. Смотрите на эту программу не как рабочую программу, а как возможность для вас поехать в летний лагерь в США. Да, вы будете работать, но то, что вы получите в отдачу на эту работу, гораздо больше. И также, если вы будете учитывать, если, допустим, вы поедете по какой-то другой программе, возьмем, например, программу Work and Travel. На Work and Travel студенты сами обязаны платить за хаузер, они сами должны платить за питание. И если все посчитать, то в целом оно то и на то выходит. Вы на Work and Travel сколько денег тратите и сколько зарабатываете. То есть если сделать, свести бюджет плюс с минусом, вы поймете, что те деньги, которые вы платите, тратите на кемп, вы возвращаете, потому что вы получаете за вашу работу, за ваш летний сезон 2000 долларов. Также очень часто бывает, что лагеря во время летнего сезона могут попросить ребят, у которых какие-то есть дополнительные скиллы, либо просто у ребят, у которых есть желание чуть-чуть подработать, они могут предложить им дополнительный способ заработка. Там, возможно, надо будет убрать какие-то ветки, разгрызти, то есть вам будут за это облачены дополнительные цели. Либо, скажем, у вас есть какой-то специальный навык, допустим, вы классный плавец, и вы будете работать именно инструктором по плаванию. За это тоже вам будут отдельные маленькие бонусы платить. Но, конечно, если у вас есть цель заработать, приехать в Штаты, окупить программу и еще привезти денег обратно домой, то эта программа не для вас. Если у вас есть цель классно провести лето, улучшить уровень английского языка, обзавестись друзьями-американцами, то есть закинуть такую удочку на свое будущее и также добавить строчку в ваше резюме, опять-таки, на ваше будущее, то эта программа однозначно для вас. Я вам абсолютно рекомендую участвовать в этой программе. Сейчас поставлю несколько кадров, вы посмотрите, какие лагеря, чем занимаются студенты. Но, честно, это вот такая вот летняя классная сказка. Чем сидеть дома этим летом? Участвуйте в программе Camp Councilor и получайте удовольствие, строите свое будущее, работайте ради своего будущего. И самое главное, под конец программы вы также сможете попутешествовать и побывать в больших американских городах. Еще важный момент не сказала. Очень часто слышу от участников по Camp Councilor такие истории. Они поехали в лагерь, подружились. Допустим, лагерь находился где-то в Нью-Йорке. Но не в городе в Нью-Йорке, в штате в Нью-Йорке, а в полном маленьком городе. Под конец сезона их друг, который также с ними работал, вожатым, американец, говорит, «Ой, ты знаешь, я из Флориды, допустим, из города Майами. А хочешь, поехали со мной, проведешь две недели со мной». И он приглашает наших студентов абсолютно бесплатно. Они живут с ними в американской семье, в их доме, знакомят их со своими друзьями. Здесь происходит абсолютно полное погружение студентов в американскую культуру. Но в Уркан-Дрюал такого честно не бывает. А Camp Councilor сплошь да рядом. Поэтому ещё раз, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, лайк этому видео и обязательно участвуйте в программе Camp Councilor. А если решитесь участвовать, напишите мне в Инстаграм. Я прочитаю все абсолютно сообщения. Я буду рада вам помочь, встретить вас, если вы вдруг окажетесь в Техасе, и также пригласить на несколько дней к себе домой. И ещё раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, и я надеюсь, до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok